так итак здравствуйте дорогие друзья я извиняюсь что щурюсь потому что вроде как-то сегодня у нас мы снимаем немножко вечером и солнце прямо слепит не культурно к зрителю в очках вот так сидеть в очках и говорить с вами это не культурно и соответственно тоже против солнца снимать нельзя поэтому я немножко щурюсь но ничего страшного так сегодня почему я решил снять это видео на самом деле недавно у меня был разговор с другом он всегда хотел купить себе что-нибудь такое азартное интересное там он рассматривал у него был миллион рублей он рассматривал m5 e39 потом рассматривал е60 потом рассматривал с германией m3 csl то есть облегченная версия и в итоге он пропал на месяц ну все там я беру вот как думаешь как какая машина поедет и в итоге там через месяц там полтора-два он звонит но я взял ну и буду марку кроссовера говорить но компакт кроссовер вот мы с женой посоветовались и решили что он там проблем с ремонтом не будет коляска там да и возможно будут дети и все остальное в общем еще один человек ушел в пространство обычных стандартных автомобилей для того чтобы понять для чего вообще их покупает эти машины эти компакт кроссоверы я решил сделать тест-драйв kia sportage почему kia sportage потому что я сделал все компакт кроссоверы и сегодня ну хотя это принципе машина рестайлинговая новая считается 14 год здесь достаточно много изменений внутренних внешне естественно мы не видим этого и если вы не фанат ки и не конечно не сидите на киа клубах там не отслеживайте там последние тенденции то вы тоже поймете что машина внешне не сильно изменилась поэтому сегодня мы одновременно я посмотрю свежим взглядом после тест-драйв таких монстров спортивных да как gtr m3 у нас было много интересных машин много внедорожников еще раз спустя там полтора года мы посмотрим на эти компакты кроссоверы свежим взглядом и естественно как представители у нас сегодня яркий представитель этого класса компактов именно kia sportage ну почему kia sportage потому что у нее действительно реально есть преимущество среди всех кроссоверов но это факт это не взять она красивая если рассмотреть многие кроссоверы там ну там ну ну есть откровенно уродливые автомобили или которые некрасивые я сейчас не хочу не про кого плохо говорить или есть либо уродливые или которые некрасиво называются непрестижно называется то есть марка не крутая у них да а так принципе ну для разрабатывал бывший дизайнер audi вот естественно все круто у нас красивые фары у нас хромированные диски у нас и все это сочетается очень грамотно то есть в меру хрома в меру раскосых линий то есть немножко не перебарщивают они с коричиной да с такими-то нереальными формами ну хром приятно сочетается с интересными гладкими классическими элементами и со и машина очень смотрится цельно и стильно потому что вот хотели как-то вот кардинально поменять на самом деле в те ну следующую модель но решили не портить потому что и так эти спорт с как правильно sportage или sportage sportage и так хорошо покупали причем их хорошо покупают не только в россии и у них хорошие продажи и в америке кстати там на них есть мощные турбомоторы у них их хорошо продают и в китае поэтому с точки зрения дизайна они решили не портить и просто чуть-чуть доработать это касается задних фар то есть там небольшое и небольшие изменения в радиаторные шутки ну в принципе фара все такое осталось такое же поэтому вот о плюсах этого автомобиля естественно я потом расскажу вам про минусы безусловно будет как внешность внешность как факт того что машина смотрится дорого интересно эти ходовые огни давайте теперь посмотрим с точки зрения техники на автомобиль и так открываем значит ну что ну естественно здесь все достаточно просто то есть естественно если мы сравнивать это не спортивный автомобиль он не будет вам доставлять удовольствие от езды но если для вас удовольствие это адреналин поворот и все остальное он простой элементарный за основу здесь взят сначала про ценовое образование лучше я скажу на самом деле вот эти компакты примерно стоят все одинаково там такая штука переднеприводной версии есть у всех они самые дешевые начинаются они от 900 причем если мы возьмем ну примерно одинаковый класс у нас будут они примерно 900 900 там тире 920 у нас старт у нас будет 6 ступенчатая механика передний привод и элементарная комплектация вот с базовым мотором базовый мотор здесь 2 литра 150 лошадей изменяемые фазы газораспределения то есть машина грубо говоря докручивает на после определенных оборотов меняет фазы валов чтобы он докручивался нас на верхах просторный элементар просто простой элементарный двигатель также здесь доступны у нас 136 лошадей дизель и 184 дизель то есть два дизеля в топе машина стоит полтора миллиона с максимально топовым двигателем на сегодня у нас на тест-драйве именно машина к сожалению не с дителем с двухлитровым 150 сильным мотором максимальной комплектации премиум стоит почти тоже под полтора она эта машина значит по подвеске машина тоже достаточно в чем минус у этих кроссоверов у них действительно хорошая энергоемкая подвеска в какой-то в мире да но короткая база и это отмечал когда был тест-драйв форестера или вы его увидели или нет я не помню безусловно что бы вы не делали с подвеской как бы вы не настраивали короткая база с учетом жесткости потому что нам нужно зажать автомобиль чтобы он не плавал из высокого центра тяжести все равно нам дает вот такое вот ощущение ну маленького автомобиля то есть крупные вот эти складки вы чувствуете потом что касается рестайлинга этого автомобиля здесь у нас появилась заполнительная шумоизоляция моторного отсека то есть они проанализировали все недостатки которые были на предыдущих и их решили так скажем устранить здесь есть не будет доработка грубая доработка достаточно толстый слой шумоизоляции вот здесь его видно вот и вот сами сделали стекла толще теперь у нас звуки от двигателя чисто по теории но это мы проверим доносится естественно не должны в принципе доноситься до до водителя и до пассажиров вот далее с точки зрения подвески здесь достаточно просто но есть на изменения у нас электронные амортизаторы такие же как стоят например на зну на соренто вот который изменяет жесткость в зависимости от скорости автомобиля то есть в обычной с минимальной скоростью жесткость у нас как бы они плавные и мягкие с ростом скорости они немножечко как бы ну становятся жестче и машина не гуляет на неровности вот да еще хотел еще еще хотел немножко добавить что на сам на бензиновый двигатель поставили новую прошивку кстати здесь тоже газового опора нет и изменили передачные числа в автомате а так в принципе без изменений все просто скучно ну скучно да реально скучно то есть но сделано до того чтобы максимально могли спокойно ездить по делам на своем автомобиле и вот кстати пара клиренс давайте про клиренс у нас здесь клиренс 180 миллиметров и но надо обратить внимание что у у данного автомобиля минимальные свесы в отличие от некоторых конкурентов кроссоверов что делает простым и легким как бы наш забор на какие-то там неровности на особенно на бордюры да поэтому давайте закроем и перейдем по сало к салону так хотел обратить внимание на диски на самом деле со стороны кажется что они многоспицевые на самом деле здесь четыре спицы то есть пять спиц максимальные да а вот это рисунки они как бы их просто легче делать визуально но это всего лишь рисунки то есть это со стороны смотрится действительно как многоспицевые такие диски такой легкий внешний обман вот и видно что прекрасно обратить внимание низкие свесы вот и достаточно низкие брызговики что нам не дают нам зацепиться где-то на бордюре но все равно на находятся мельцы которые вырывает по коробкам значит у нас механика у нас получил шестую ступень здесь стало шесть ступеней автомат естественно тоже шести ступенчатый есть переднеприводная версия это классическая переднеприводная версия полноприводная через муфту подключается зад вот и машина может ехать какое-то время с полным приводом чтоб там забраться опять же постоянно об этом повторяю что не стоит использовать их исключительно для бездорожья естественно вы далеко первых не увидите во вторых если начнете заройтесь и вас нагреется муфта на отключить задок вот и автомобиль у вас встанет и вы застрянете поэтому полный привод исключительно того чтобы на какой-то момент подключиться что вам помочь чуть может быть глубокую колею какую снежную преодолеть либо подняться в горку но не в коем случае не для поездок а за город специально чтобы не сидеть грязь для этого есть машина с постоянным полным приводом так далее значит двери двери действительно так породистые неплохо открываются тяжелые толстые двери то есть с приятным звуком классическим таким иномарочным да они здесь кстати такие большие ну здесь все нестандартная нестандартная конная линия не стандартная такая узкая немножко и на самом деле если затонировать что нельзя делать если бы она была черная ее затонировать то вот это вот линия бы хромированная красивый смотрелось очень он давайте посмотрим салон так садимся внутрь ну что для кроссовера естественно для компактов удобно сидеть и высоко высота посадки вообще решает у компактов в преимуществе перед седанами дорогими c-класса и премиум их берут за высоту посадки над движением появилась наконец-то здесь ну у 4 у новых в кавычках ну рестайлингов можно так назвать спорт рейджов у них появилась электрорегулировка то есть как по высоте так и по как по уровню наклона спинки вот мы полностью можем регулировать так давайте попробуем крыша у нас панорамная очень интересно вот а ну что можно сказать да немножко изменилась вот этот передняя панель раньше она обтиралась теперь сделали такое покрытие не обтираемая в кавычках да вот поэтому значит появилась вот это измени появился новый режим то есть мы можем теперь изменять режим электроусилителя то есть менять усилие на руле а так все достаточно приятно и на мой взгляд все таки здесь пластик стал чуть помягче чем был потому что все таки ну вот моя дело тест-драйв предыдущего спорта вот там был пластик пожестче здесь ему стал более мягким вот но естественно в автомат 6 ступеней все доступно все удобно здесь давай сейчас поближе снимай и так вот чуть ближе сейчас мы снимаем вот если вам не видно вот здесь потом как ты можешь снимешь появилась сбоку кнопка здесь не видно подогрева руля раньше не было естественно блокировка дверей 4 стеклоподъемника у нас идут складывающиеся зеркала причем они так наверх загибают как на м5 так климат двойной так что у нас еще есть руль достаточно удобен легко лежит в руке и здесь такая интересная вещь то есть как бы обод над центром немножко выпирает и очень удобно держать руб мне понравился естественно кожи обшит строчка здесь все есть изменение по окошку бортового компьютера теперь он стал больше находится между естественно тахометом и спидометром здесь у нас отображается основная информация вот режим работы руля комфорт нормы спорт естественно меняется усилие на усилители руля вот и основные естественно информация выходит на экран то есть вот кнопкой вот отсюда мы можем менять эти показатели можно было конечно перенести на руль значит режим эко влияет на работу коробка автомата и педаль газа 18 9 огромный расход скорее всего машин долго стояла на работающем климате просто на месте но в принципе тут понятно расстояние время в пути и оставшиеся и сколько нам еще осталось поехать на на остатки топлива чуть заводим чтобы продемонстрировать камеру заднего вида у нас появилась камера заднего вида к сожалению вместе с рулем у нас зона не вращается вот медиа это значит у нас что там радио ну естественно не видно ну ладно не будем мучиться раздельный климат-контроль здесь чуть ниже вот usb входы отключение датчиков парковки аукс вот что достаточно удобно дальше у нас подлокотник видно на все а и подогрев руля двух режимов подогрев руля подогрев сидений двух режима есть все значит пресс-лоджик готов они давайте задние сиденье чем посмотри так ну что сажусь назад естественно ну с моим ростом в компакте нигде не сидел просторно здесь тоже я упираюсь ногами у нас что есть подлокотник надо отметить что пол достаточно плоский то есть без высоких тоннелей здесь удобно в принципе здесь втроем ну как здесь панорамный тоже двое мужчин здесь в принципе поедут но трое будут уже чувствовать себя дискомфортно но для дела я бы еще добавил вентиляцию дефлекторы обдува задних пассажиров здесь что-нибудь вот сюда бы я вывел но они есть под сиденьем но я бы их вывел бы сюда а так подогрев заднее сиденье есть кстати здесь достаточно опции которые не у всех встречается и электростеклоподъемники все давайте посмотрим в багажник багаж а теперь багажник итак давайте откроем багажник но нет электропривода к сожалению но достаточно быстро открывается и причем знаете в чем преимущество хотя вот эта часть интересна будет пачкаться или нет возможно будет все-таки мы мы испачкаемся все-таки так вот закрываем естественно вот за эту ручку багажник в принципе не очень большой почему потому что у нас здесь полноразмерное запасное колесо это все-таки докатка или полноразмерное колесо вот похоже на полноразмерное колесо вот оно у нас жирает достаточно много места вот некоторые представители ну как некоторые производители запаску под низ запихивают да и соответственно экономят на багажнике на самом деле здесь такая интересная связь то есть но это к сожалению не было вот такой здесь крючок который можно куда зацепить а вот сюда вот можно зацепить вот но это не было их 6 здесь там пневмо подпор от этой полки вот поэтому сделаем так вот что у нас здесь ящик для инструментов и вот отсюда мы можем сложить сиденья вот так вот давай почти и когда здесь появляются у нас такие оранжевые фиксаторы когда они мы их видим значит можем складывать ну вот у нас неровный пол образуется но что там естественно полка снимается полностью у нас образуется вот так мы снимаем ее и образуется у нас такая ниша для груза перевозок а потом если например мы что-то положили а как мы а вот полка можно положить вот здесь пазы специальные есть вот здесь она упирается вот сюда вот вот и служит как дополнительный даже рельсы для какого-то может быть что-то как то мы можем ограничить доступ к чему-то еще бы она можно было взять навесом делать сюда ничего можно придумать тем что она например фиксируется куда-нибудь сюда потом выдвигается сюда и можно было сделать навес сколько сегодня идей мне кажется мне придумать таких интересных так теперь закрываем багажник вот так просто не закроешь его на самом деле смотрите ну либо сильно надо рукой либо все равно сделать перехват и испачкаться еще раз так ну что давайте начнем тест-драйв и так значит ну что выезжаем на тест-драйв аккуратненько мы отпускаем педаль тормоза и машина сама катится хотел сказать мощными 8 двигать на холостых оборотах наших автомобилей но к сожалению ну могу сразу сказать сейчас я вот тоже езжу на компакт кроссовере на субару форестер по сравнению с форестером здесь вот это вот очень узкие оконные линии и вот эти вот такие широкие передние вот стойки они придают какую-то узкость салону и то есть ощущение несмотря то что они очень светлые да все хорошо ощущение сжатости в автомобиле как будто в автомобиле места мало хотя в принципе здесь достаточно длинные вот эти вот уходят далеко вперед панель так здесь на сложный выезд сложный очень выезд когда будет опция выезжающей передней камеры чтобы посмотреть когда она так никого нет интересных здесь ну машин же страха нет нормально аккуратненько выезжаем надавливаем на вот с этим стоит надавливаем на педаль тормоза аккуратненько играми потихонечку выезжаю успеваем на светофоре уху мы попадаем в пробку прям прям прямиком а значит ну что пока стоим значит в автомобиле в пробке ну что могу сказать но могу сказать конечно что управлять автомобилем легко как всегда это у нас классическая черта всех компакт кроссоверов то есть если вы хотите купить автомобиль девушкам которые учатся ездить если вам вы не жмот и не отговариваете тем что ну давайте я сначала гранту куплю все равно ты разобьешь а реально легче учиться ездить на нормальном автомобиле то есть высоко когда она высоко сидит или например вы например покупать своему сыну здесь огромные зеркала сразу видно да треугольники большие и все моментально подвеска у нас жестковато да то есть особенность любого компакта кроссовера к этому вернусь я еще по особенностям в сравнительном тест-драйве но чувствуем да каждую неровность и сзади у нас что-то громы а это сказать что то в багажнике а также да после это топа так называемый раз подарки то есть какие все знают внутри вот все видно а вот значит прослотка настроился у нас готов к рекордным замерам сегодня мы будем бить рекорд на прохождение четверть мили киа спорта чем все таки так что за фигня вот итак вообще мотора конечно как видно ну пробки потенциал автомобиля мы никак не можем раскрыть вот если что можем сказать что вот действительно хорошая обзорность но а если бы вот так вот панорама была так было закрыто то ощущение конечно что потолок на нас давит сверху но опять же надо брать во внимание моего вас как все таки метр девяносто два если бы сидели пониже все было бы намного проще а так дотянуться переключить радиостанцию например да все здесь удобно то есть у нас вот сенсорная магнитола то есть мы сидим грубо говоря и вот все расположено вот у меня в пределах там длины локтя магнитола автомат стеклоподъемник ну к этому естественно все стремятся нашу правильно место рабочее место водителя организовать если бы у меня стояла тут например бутылка с минеральной водой что ты будешь делать если бы стоял на эту бутылку с минеральной водой то есть и она и я бы до нее дотянулся поэтому пока едем стоим в пробке сказать пока нечего поэтому будем ждать выезда из пробки хотелось бы режим какой у нас самый легкий это у нас комфорт комфорт то есть вот на самом деле это естественно не какая-то продвинутая интеллектуальная система это просто усилие на электроусилителе меняется соответственно вот в комфорте вот у нас очень легкий руль вот смотрите просто и за пальцем он мне кажется если сильно включить кондиционер он будет задвигать этот роль мне кажется даже поток воздуха очень легкий то есть естественно нам в городском режиме быть очень комфортно приятно ездить да но на трассе нам нужно будет включить средний какой нибудь режим комфорт норм спорта ну вот спортом да сразу чувствуется у нас конечно мы как будто руль бмв м5 держим да ну шучу конечно но тяжелее стал вот в комфорте норм это норм дайте моему норме еще бы знаешь что если тут стояли бы амортизаторы у нас такие интеллектуальные он мог этот механизм и менять как говорится и настройки руля автоматически тоже соединить программы с амортизаторами правильно все равно же там сигнал идет и он автоматически меня обрулил а вы бы у себя по брошюрах написали интеллектуальная система рулевого управления ну звучит как круто а просто подсоединить бы провод все кстати блин запомните это видео когда выйдет а то сейчас будет новое интеллектуальное рулевое управление от нового kia sportage какого-нибудь 2015 года вот потому что все таки у нас автоматическое подключение чего-то уже называется интеллектуальным даже например вот интеллектуальная система полного привода что такое муфта при прогулке у нас включается и у нас уже интеллектуальная получается да что интеллектуальная просто все так что нам надо то есть не ты своим интеллектом додумался включить а машина ты антиинтеллектуальная надо сказать а к сожалению здесь у нас нету испытания значит плохой дорогой вот потому что здесь сделали дорогу с недавнего времени на том маршруте по которым я езжу ну вот здесь они еще не успели сделать начали выравнивать дорогу потому что данная дорога стала достаточно известна в автомобиле ну в сфере автомобилей и смотрят не только чебоксары поэтому они решили сделать ту дорогу на которой постоянно жалось теперь дорога там идеально вот пока медленно едем конечно же здесь установлены 18 колеса и адекватно оценивать то есть ну и соответственно низкопрофильная резина и адекватно оценивать жесткость автомобиля да действительно сейчас он жестковат это факт интересно в басе шестнадцатый стоят вот интересно было что милиционеры у нас интересно было бы конечно сравнить автомобиль на 16 колесах и приобретет ли он оптимальную мягкость например и не потеряет ли он в остроте руля руль здесь действительно хорош вот сейчас он то есть мы чувствуем мотор не слышно то есть мы это спокойно городском режиме мы не слышим двигателя максимум что я думаю здесь просто стал нас будет забывать все равно в салон возможно у нас появится экономические шумы но с точки зрения дизайна никаких вообще вот вопросов не должно быть машина реально обтекаемый не факт что сюда будет просто задувать какой-то там воздух она не квадратная как тот же самый геленваген там или еще что-нибудь она мне кажется сама обтекаемость очень мне кажется у него с точки зрения она самая у него самые меньшие коэффициенты экономического сопротивления из компактов например на едем из климатом три человека в салоне аккуратненько мы нажимаем на педаль газа ну как аккуратненько и моторчик сто пятьдесят и сильный срывается в битву с аэродинамическим сопротивлением вот 100 км в час пожалуйста скорость нельзя сказать что мы ее чувствуем да то есть в принципе даже без завывания ветров не слышно в принципе не чувствуется даже машина повторяет естественно профиль дороги вот сто у нас отметил рейс лоджик достаточно просто рулить по моему автомобилем не кидает вот я ругаю без напряжения естественно азарта нет никакого ну нашу азарту сейчас мы попробуем пройти в поворот оттормаживаемся очень нравится очень информативная педаль тормоза нам легко дозировать нам легко дозировать усилия так входим в легенький поворот давай попробуем как вот я люблю в поворот входить на легком руле о на комфорте ну я могу даже предсказать что у нас будет у нас будет снос передней оси под газом под сброс естественно у нас жопа будет вилять но так как машина не для активных гонщиков не такая крутая как лада гранта спорт поэтому здесь мы просто отмечаем что в принципе машина поворачивается с минимальными кренами то есть она не сильно кренится в повороте и попробуем расход ой расход был разгон у нас в конце есть такой довод педали газа как бы до кикдауна мы чувствуем ее ногой то есть педаль чуть больше продавливается ну динамика неплохая ну как сказать неплохая это мне с чем сейчас эту динамику сравнивать с двухлитровой Mazda CX5 я считаю что она сопоставима с Turbo Forester ну в этом классе на чем достаточно часто я вижу естественно он быстрее вот но так хотелось бы конечно чтобы шумоизоляция на верхах то есть с точки зрения защиты у нас от звукового двигателя была немножечко а лучше потому что на верхах в любом случае мотор мотор слышно причем если бы это был V8 было бы интереснее здесь двух четырехцилиндрового мотора он как-то нас не вдохновляет ни на какие подвиги хочется быстрее закончить обгон и перестроиться на место так аккуратненько я вот все думаю вот у нас заявлено там 11.2 что ли до 100 да совершенно выйдет ли она из 15 секунд интересно до 100 да если вот мы сейчас с климатом поедем втроем какой пробег у автомобиля 365 км 365 км нормально это как доказание туда-обратно всего лишь единство в рестайлинговом спорте же прошивку поменяли то есть то есть мотор стал лучше да то есть повод стал крутить и передачное соотношение то есть на разгон они его больше на разгон да на динамику чтобы автомобиль был адекватно на газ и радио слушай а какой расход обещают расход топлива в версионной цепи да литр до 12 сейчас ага ну тоже смотря в зависимости от стиле езды если спокойно ездить то литр 9-10 даже показывает ну да и в зависимости от там включен климат не включен потому что мне кажется на такую да кстати в ручной режиме есть переключение так а где он а мне камера загораживается да вот но зрители видят а я к сожалению нет так ну давайте попробуем ну что ну до 100 хотя мы разгонимся на давайте выключим чтоб не насиловать машину все выключили же да все отключили ну что давайте попробуем разогнать давай 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 изменяемые фазы видно да машина сама как будто докручивается со средних оборотов и в боевую я правильно говорю да я знаю тоже по технике автомобиля то есть 13.2 ну я как и говорил я думаю с 15 не мыть но 13.2 ну если высадить двоих людей то результат был бы лучше да еще машина толпы не обкаталась да 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 то есть она покажет свои заветные но лады гранта будет быстрее спорт ты ездил на лады гранта спорт? не ездил я тебе хочу сказать что эта тачка ураган просто она дарит столько эмоций что ни один спорткар не продает такого ну что какие можно сделать выводы про этот автомобиль безусловно этот спорт я считал лучше того чтобы он стал действительно лучше стала шумоизоляция но все равно на верхах чувствуется двигатель то есть на предельных оборотах но все таки автомобиль не для тех кто едет на предельных оборотах вот поэтому ну основная конечно черта этого автомобиля что и вообще в целом компакт то есть если сравнивать с приобретением возвращаясь на историю с другом если тут вообще у нас колеса низкопрофильные и отбиваются еще как просто чувствуем как на спортивной подвеске естественно если вернуться к той истории то конечно эта машина более практична чем булочное спортивное автомобиль конечно здесь есть и не секрет как у любого есть очень удобные кредитные программы да то есть но машина не вызывает у тебя эмоций тебе не хочется оглянуться назад когда ты там ее закрываешь ну заметили некоторые владельцы которые любят себе тачки они вот когда машину оставляют они как бы закрывают машину и обязательно вот я иногда проверяю обязательно обернется назад ну здесь она не требует от тебя многого она не требует какого-то ухода особенного каких-то особенных масс не требуется в том числе и качество топлива она не требуется на качеству резина на которой ты используешь что разница вы не сильно почувствуете то есть она из вас не будет тянуть много денег смотри 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 голая едет смотри раздевается она разделась грудь едет смотри голая да это вообще кошмар вот в чебоксарах это ужасно ну что ты заснял? но она не потребует от вас конечно много она не заберет у вас много эмоций так скажем да так что тут еще досмотр какой-то а нас сейчас выпустят она она практичная она не будет требовать много вам на бензин но она не будет вам давать эмоций определенных но она не будет у вас забирать эти эмоции в общем и естественно вы не будете мучиться с гарантией с ремонтом потому что от 3 до 5 лет здесь 5 лет гарантии здесь 5 лет гарантии и причем это на двигатель на рейку на мотор на подшипники сейчас они ее немножко расширили в общем особых она вам сильных эмоций конечно этот автомобиль не доставит и вообще все компакты кроссоверы а это как один из самых ярких представителей но мучиться вы с ней и ломать голову вы не будете помещаемся вот поэтому вот такой сделан вывод все спасибо за внимание до встречи ставьте лайки пока